Привет, мои хорошие! Это уже на следующий день. Шмяка вон сидит, хорошо ему, ничего делать не надо. Покормили его, он водички попил, и можно тут отдыхать в тенечке. А я, девочки, вот два дня уже, как меня покосили, с огорода не вылажу. Ну, вчера, конечно, я сначала блины пекла, вот, потом дети пришли, потом кормила, потом смотрела за Матвеем, у Матвея два нижних зуба выросли, а верхние идут, и он капризничает, и грызёт, всё хватает, всё в рот, чтобы сжевать, так вот грызть, болят дёсны, видно, потому что криком кричит. Вот, спать не даёт Оришке совсем, она тоже, бедная, вымоталась. Говорит, ночами не спит, плачет, и всё. Ну, это же больно, конечно, дёсинки. Тут зуб, если заболит, не дай бог, всё, это пипец. Вот, они ушли, я пошла в огород. Вот это вот я убрала сразу позавчера, когда он, я сходила на рынок, после того, как он скосил, и быстренько стала убирать. Хотя мне советуют, нет, нет, сразу сырую не надо, пусть она высохнет, ну, а что, я буду ходить по траве. Тут было всё засыпано, вся дорожка была засыпана, и здесь я возле калитки вот там вот прочистила, чтобы не носить. Видите, там маленькие кучки лежат, но надо по всей длине, в одну и другую сторону ещё убирать. Вот. Потом я взялась вот так вот здесь, по всей вот этой дорожке. Вот там вон стоит мешок, там тоже нагребла кучу. Оттуда, от перголы и там между. Сейчас пойду туда собирать. Вот, вот, зашла немножко в этот тенёк, потому что вот там вот чистила за водоёмом, тут по дорожке, и вот там вот возле забора всё это вот. Два мешка уже травы снесла, тут уже убрала как. Ну, осталось то, что с корнём. Вот. Устала уже, потому что у нас опять жарко-жарко. Вот. Ну, пойду вот эту вот кучу точно ещё уберу. А что я делаю? Я, значит, сгребаю сначала, потом напихиваю в мешок, и потом несу в угол. В угол туда, где у нас силостная яма. Это вот перчатки мои лежат. Вот. Потом, когда уже совсем не будет сил, пойду мыться, потому что потом вот вся чешешься. Вот трава всё-таки невозможна одними перчатками обойтись. Когда накладываешь в мешок, всё равно попадает на руки выше до локтя, и потом чешутся руки совсем. Да ещё ночью комар обязательно прилетает. Сегодня в три часа меня разбудил. всё. Я не спала до шести. Всё ловила. Потом что-то стало тихо, и я уснула. Уснула и спала до семи часов. Подскочила. Думаю, мусорку надо вынести. Мешок мусорный. Подскочила, быстренько понесла, вынесла. Вот сейчас только что машина. Только что машина ушла. Вот. Вот эти цветы все размножаются сами, как они хотят. Но на дорожках везде. Там вот было тоже их очень-очень много, но он все скосил. И правильно сделал. Один оставил. Зачем вам на дороге расти? Здесь, возле пергола, здесь тоже были цветы эти. Всё убрали. Только что вот на грядке здесь вот остался такой большой цвет. Вот здесь пускай растёт. Правда, здесь у меня лук сидел. Вот. Ну, дальше сделаю грядку. Земли много. Тоже здесь вот всё скошено. Вон туда, вон в угол. Ношу траву. Уже до верха. Видите, как много её. Ну, а куда я буду делать? Ещё одна есть там возле малины. Но туда неудобно таскать. Вот. Здесь тоже скосил. Тоже надо. И там, возле мусора этого всего. И здесь по дорожке тоже. А яблоки, посмотрите, как сыпятся. Посмотрите, что делается. Гниют и валятся. А было так много на дереве. Ну, вот буду сгребать. Если будут хорошие, надо будет подобрать. Ну, я думаю, что хорошие не падают. Правда? Хорошие не падают. А это моя полынь, которую Алла мне принесла. Вот она вымахала какая. А второй костик, я ему говорила, не срезайте мне это. А он срезал, потому что два кустика было. Было два кустика. Вот. Я её берегу. Потому что мало ли в доме опять от сырости блохи забегают. Как у меня один год, вдруг появились блохи. Я не знала, что делать. И потом я, правда, купила какой-то раствор. Развела на ведро. Помыла все полы. И кругом положила полы. И всё. Я от них избавилась. Слава Богу. Вот. Это впервые за всю мою жизнь длинную у меня появились в доме блохи. Ну, такие, я не знаю, откуда и что. У кота у моего блох нет. Мой кот чистый. Вот. Так что вот так вот, девочки, занимаюсь. Вот такой ещё работой и работой. И вот этот кусок. И под яблони. И тот, который возле малины. Там большой кусок. Ну, там сразу не надо будет в мешок. Там сразу сгрёб, сгрёб. И на кучу забросил. А там попроще. А здесь вот всё надо. Ну, и здесь тоже буду, не буду в мешки. Буду сгребать. И сразу куча и туда. Так что осталось мне вот это вот. И то, что на улице. А на улице с одной стороны тоже. И с другой стороны. Там тоже много. Тоже много работы. Вот. Но зато приятно. Вот приятно смотреть, что под ногами ничего не путается. Чистенько. Но, конечно, такой вот машинкой, когда стригут землю. Не землю, а эту траву. То, конечно, получается ровнее. Вот здесь вот всё было заложено у меня этим самым, как он называется, линолеум. А теперь все дорожки, вон, только то, что было бетоном залито, то там ничего. Ну, и тоже трава пробила кое-где. Вот. А здесь вообще и цветы. Здесь очень было много этих самых цветов, вот этих рыжих. И вот сколько я ложила коврики дома. Покупала в ванну коврики. Потом покупала новые. Ложила сюда. Всё равно коврики пробила. Пробила все коврики. Видите, вон кусочек светится. И заросла травой. Я хотела вырвать этот коврик, выбросить. Ну, вот тогда, чтобы полоть. Не полоть, а косить его было удобнее. Потому что он косит, а она вон ложится, эта трава. Вот. Ничего не получилось. Не смогла оторвать, потому что она проросла через него. И всё, она уже, этот коврик уже как земля стала. Лежит моя мурлыка. Лежит моя мурлыка в тенёчке. А я сейчас там присяду, и он тут, как тут, будет рядом со мной и будет прятаться за меня в тенёк. Говорю, чего ты, тут жарко, нет. У соседей всё работает. Мужчины работают. Что-то ещё пристраивать. Какой-то этот самый доски, смотрю, там ещё что-то настраивает. Дом сделали весь в дырках. Видно, будут обкладывать какой-то плиткой теперь. Сзади пристроили ещё какую-то стену. Там уже не стена, там какие-то уже помещения. А теперь ещё и деревянное что-то настраивают. Я пока тут гребла, смотрю, мой шмяк идёт оттуда, от соседей. Говорю, какого чёрта ты туда тягаешься? Там носят и песок, и камни, и всё. Я говорю, что тебе там делать-то? Своего двора нету. Я всё убрала. Для тебя подмела, чтобы тебе было чистенько. С утра разбудил меня в три часа под окном мяу-мяу. Я ему открыла, он зашёл, достала печёнку, поставила. Он сходил на кухню, пришёл ко мне в комнату, вылез в окно и был таков. А печёнку не съел. Потом, когда я уже встала, впустила его, опять позвала, тогда уже пришёл, съел. Чего просишься в дом, если ты есть не хочешь и не сидишь? Зверь зашёл, в окно вылез. Мурлыка моя. А, моя мурлыка. Шмичёлька. Не отзывается. Не отзывается. Ладно, девочки, что болтать. Надо идти работать. Там пока тенёчек. Пока там тенёчек в том месте. Пока солнышко туда не дошло. Надо пойти быстренько хотя бы эту кучу убрать. Потом уже можно передохнуть. И не пойду сегодня никуда, не пойду, потому что уже натопалось с утра. А у меня всё есть, а мне ничего не надо. Вчера Орешка сбегала в магазин. Для себя сбегала. И я говорю, слушай, Купик, ты мне там карамельку эту в пакете звонит, говорит, нету. Я говорю, поищи. Может, там запихнули её куда-нибудь. Спросила у продавщицы. Они нашли. Сзади оказались. С малиной было и карамелькой. Я говорю, малина мне не надо. У меня своя малина, я могу её сварить. Мне не надо. А вот карамельки я хочу. Ну, вот она мне принесла этот пакетик карамельки. Так что осталось у меня только два блинчика, потому что я детей накормила. Им очень понравилось. Сначала они начали выступать, что они не едят изюм. Я говорю, ну и ладно, не хотите, не хотите. Я говорю, изюм – это тот же виноград, только сушеный. А тем более я помыла его, намочила немножко. Он стал такой мягкий. И в блинчиках с этой творожной массой блинчики, ну, у девчонки, получились у меня объеденье. Вот. Так что мы по пару блинчиков слопали на обед. Ну, не на обед, а так просто. Вот. И осталось у меня ещё два блина. Я думала, они ещё сходят за Мишей в садик. И Миша потом ещё покушает. Но они уже ко мне больше не пришли. Больше не пришли. Вот. Только вот я выложила там маленькое видео, как Миша Максима вёз на этом велосипеде. А не наоборот. Вот так вот. Хорошие детишки у меня. Хорошие у меня детишки. Вот. Балуются иногда немножко. Ну, так это ж дети, правда? Это ж дети. И блины с изюмчиком пошли. Тоже вкусно. Ариша сразу не ела, а потом уже в магазин сходила, за канцелярскими товарами сходила. И потом это самое говорит. Ну, ты знаешь, я уже, наверное, я тоже хочу блинчика. Сейчас я немножко покажу себя. Чуть-чуть. Так, как-то тут сейчас бы не нажать, чтобы не отключиться. А то у меня вечно получается. Как нажимаю, у меня всё отключается. Выгляжу я, девочки, как-то не респинта. Как это говорят? Ну, не важно как. Не ахти. Заколола волосы, чтобы они мне не мешали. Вот. Вообще-то, вчера помылась, одела чистое платье. Сегодня пошла собирать траву в нём. Ну, пока ещё, слава богу, не это самое. Потом не покрылась, пока убирала, где тенёк. А теперь вот сейчас тоже в теньке уберу и... Но всё равно пойду мыться. Всё равно пойду мыться. А уже потом выйду. Уже вечерком, когда солнышко. Потому что сейчас солнце сюда повернётся. И уже на улице не пойдёшь. Уже на улице. Уже на улице солнце. Там такое сильное-сильное солнце. Вот. Здесь оно хоть закрывает... Закрывает дом. Вот. Пойду только вот ту кучу соберу. Всё, мои хорошие. Всё, мои хорошие. Пойду работать. Пойду. Никто ж не сделает, правда? Никто же не сделает. Максюшка говорит. Бабушка, я к тебе завтра приду. Буду тебе помогать. Орешка посмеялась. Ага, будешь ты бабушке помогать. Да, приду, буду бабушке помогать. Ну, посмотрим, придёт он ко мне сегодня или не придёт. Он теперь уже... Ну, как сказать... Ну, такой подросший. Так он теперь уже может на велосипеде сам приехать. Ну, ещё так прямо через дорогу боится переезжать. Едет до перехода. И там переходит вместе с велосипедом. Ну, так это я ему так говорю. А потому что я за него очень волнуюсь. Я переживаю. Тут машина носится, как угорелая. И хоть тут не трасса, а прямая улица такая. Всё, мои хорошие. Всё, пока. Пока. На сегодня всё. Всё.